Визит в Златоуст губернатор Михаил Юревич начал с осмотра завода стройтехника. Это единственное в регионе предприятие по выпуску вибропрессующих линий для изготовления строительного и облицовочного камня. Сейчас наш предприятие это лидер в Российской Федерации. Мы ежегодно отгружаем где-то 500-600 линий по всей территории России, от Владивостока до Москвы и по многим государствам мира. Предприятие открылось в 90-м году. И с тех пор здесь было выпущено несколько тысяч мобильных комплексов рифей для производства бетонного камня. Сегодня конструкторское бюро разрабатывает новые производственные линии. Не проходит и года, чтобы мы не поменяли модель. Вот в этот год мы выпускаем наши автоматические комплексы, которые самые высокопроизводительные, это рифей «Буран». Сейчас на потоке стоит линия «Кондор», которую мы выпускаем в самом большом количестве. Ну, кроме этого, есть рифей «Полюс», это изделие прошлогодней разработки. Сейчас мы у нас в проекте, к концу года начинаем выпускать изделие «Рифей Удар». От фундамента до коробки и крыши дома. Номенклатура бетонных изделий, которые могут выпускать эти линии, насчитывает 100 видов. С их помощью можно не только возвести дом, но и благоустроить территорию. То есть эти камни можно сделать двух-трехэтажное здание, и больше никакого силового каркаса не нужно. В данном случае мы строим производственный корпус высокий, поэтому здесь мы делаем силовый каркас. Вот это проект колонны, если посмотреть, она сделана из наших камней, никакая палка не нужна, здесь арматура. И она просто будет заливаться бетоном и больше является силовым каркасом. Коробка многоэтажного дома, изготовленного из таких строительных материалов, примерно на 30-40% дешевле. Аналогичные коробки из кирпича. Все импортное оборудование, которое в страну поступает, это в основном предприятие с заводы. А для России такая схема не очень подходит, из-за того, что большие плечи транспортировочные. Поэтому наше оборудование рассчитано на то, что в каждом городке, в каждом селе можно ставить оборудование, чтобы стройматериалы не перевозить за сотни километров от областного города. Завод «Стройтехника» занимает третье место в Златоусте по объему валовой выручки. Губернатор области предприятием остался доволен. Завод очень перспективный. Теоретически этот завод может со своими изделиями выйти и на рынки третьих стран. То есть я имею в виду Пакистан, Иран, Ирак, Алжир, Тунис, Египет. В Египте 80 миллионов населения. То есть это рынки простых стран, где востребовано небольшое оборудование для формирования строительного блока и дальнейшего строительства.